Во дворе главного здания Казанского федерального университета установили бюст великого писателя. Эта инициатива была вдохновением поддержана широкими массами людей. Уже было сказано, что Курсан Галевич безусловно поддержал инициативу Русского национального и культурного объединения в Денье русского языка. Как правильно выбрать ёлку? Наша съёмочная группа побывала на ёлочном базаре. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Тадмина Мадатова. 17 декабря на площадке Казанского федерального университета стартовала ежегодная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Конференция организована Казанским университетом медико-санитарной частью КФУ при поддержке Российского кардиологического общества. В целях повышения профессионального уровня врачей, вопросов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Казанском федеральном университете вот уже третий год, несмотря и на пандемию, подряд проводится данная конференция, которая ставит свои задачи осветить и обсудить современные подходы в лечении этой патологии. Во дворе главного здания КФУ появился бюст великого писателя Сергея Аксакова. Об открытии истории первого студента Казанского императорского смотрите в нашем следующем сюжете. Великий писатель Сергей Аксаков был первым студентом Казанского императорского университета. В честь 230-летия со дня рождения Аксакова во дворе главного здания КФУ был установлен бюст писателя. Во внутреннем дворе главного здания КФУ был установлен памятный бюст известного писателя XIX века, автора сказки «Аленький цветочек» и других известных произведений, общественного деятеля, литературного и театрального критика Сергея Аксакова. Автором скульптурной композиции стал академик и член Президиума Российской Академии Художеств скульптор Салават Чербаков. Памятник занял место рядом с бюстом другого известного студента императорского университета Льва Толстого. От имени ректора нашего Ильича Травка Чагафурова стала добрая традиция уже открывать памятники нашим знаменитым выпускникам, писателям. И вот сегодня мы этот традицию продолжаем. Сегодня, когда мы отмечаем 230-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича, мы открываем бюст ему. И это очень-очень-то великолепно, и это очень симптоматично. Я думаю, такие бюсты и памятники будут еще, наверное, и дальше здесь устанавливаться. Учась в Императорском Казанском университете, Сергей Аксаков проявлял особый интерес к занятиям литературой, принимал участие в выпуске рукописных журналов «Аркадские пастушки», журнал «Наших занятий», где поместил свои первые сочинения. В 1806 году он стал посещать студенческий кружок любителей отечественной словесности. Эта инициатива была вдохновением поддержана широкими массами людей. Уже было сказано, что Курсану Галевич, безусловно, поддержал инициативу Русского национально-культурного объединения в День русского языка. Интересный факт, что во время учебы в университете будущий писатель уделял особое внимание изучению словесности и философии, а также имел по ним отличные оценки. Под влиянием профессора Карла Фукса увлекся коллекционированием бабочек и других насекомых. Свою коллекцию передал натуральному кабинету Казанского университета. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Уже два года мир борется с пандемией COVID-19. Всего за месяц новый штамм коронавируса нашли более чем в 20 странах. И недавно были зафиксированы первые случаи смерти от омикрона. Этот штамм научился избегать иммунитета, который выработался против предыдущих штаммов коронавируса и против вакцин. А это значит, что люди, даже привитые, все равно находятся в группе риска, чтобы заразиться этим новым штаммом. Но в защиту вакцинации хочу сказать, что вакцинация позволит при случае заражения этим штаммом все-таки переболеть в легкой форме и избежать тяжелых последствий. Поэтому сейчас как никогда важно пройти вакцинацию или ревакцинироваться, если вы вакцинировались более шести месяцев назад, чтобы максимально подготовиться к этому новому штамму, к новой волне пандемии. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3-0. Министерство науки и высшего образования РФ представило рейтинг медийной активности высших учебных заведений за ноябрь 2021 года, в котором Казанский федеральный университет занял третью позицию. Продолжаются ремонтные работы в малом зале КСК КФУ «Уникс». Уже в ближайшее время состоится открытие совместного проекта Казанского федерального университета и Российского общества «Знания». С 15 декабря в Казани открывается 28 елочных базаров. Эксперты Казанского федерального университета пояснили, что к выбору новогодней красавицы необходимо подходить осознанно. Как выглядит идеальная елка, узнаете в нашем следующем сюжете. Декабрь. Время предновогодних хлопот. Покупка подарков, составление праздничного меню и, конечно же, приобретение елки. Как выбрать идеальную и не сойти с ума? Задача, которая кажется невыполнимой. Вот так ли это? Традиционным новогодним деревом считается обыкновенная ель. Но перед праздником на базарах вы найдете и сосну, и пихту. Многие отдают предпочтение сосне из-за низкой цены, длинных иголок и хвойного аромата. Эксклюзивным новогодним деревом все-таки считается пихта. У нее довольно длинная и пышная хвоя, насыщенного зеленого цвета, которая к тому же почти не колется. Поэтому наряжать это дерево – одно удовольствие. Каждый год разные урожаи. В этом году замечательные зеленые, пушистые все. А после не было такого, что приходили и жалулись. Но если же такие привередливые клиенты были, мы предлагаем прийти и поменять елку. Рассмотрим проблему с точки зрения экологии. Раньше у ученых КФУ был однозначный ответ, что не следует покупать живые ели из-за того, что при вырубке погибает само дерево. Отныне перед покупкой необходимо ответить на два ключевых вопроса. Где выращено дерево и куда оно пойдет на переработку после использования? Откуда она взялась, эта натуральная елка? Если, например, она специально выращена в горшочке к Новому году, то лучше купить ее, а потом ее дотянуть до лета и посадить в палисадник. Если это дерево в лесу, срубленное браконьерским способом, то, конечно, такую натуральную елку не стоит ставить в дом, чтобы не стимулировать вот такое отношение к заработку своему, да, такое варварское, так скажем. Что же насчет искусственной елки? Здесь очень важно не экономить на качестве, ведь в противном случае вы можете нанести вред собственному здоровью. В искусственных елках нашли формальдегид. Опасные вещества были обнаружены более чем в половине образцов новогоднего пластика, который исследовал рост качества. Ядовитый состав оказался довольно стойким. За три недели искусственные ели так и не перестали испарять токсичные соединения. Правда, ученые успокаивают покупателей. За время праздников искусственная елка не успевает никого отравить. В среднем они не более опасны, чем дешевая китайская обувь или игрушки из пахучего пластика, что минимизирует риск приобретения некачественного товара. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Однако в этом году, как и в прошлом, из-за понятных нестабильных обстоятельств далеко не каждый станет прогуливаться по рынкам в поисках елки. В таком случае предпочтение лучше отдать ресурсу, на котором товары представлены с максимальным акцентом на визуализацию. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное заседание ученого совета. Мероприятие было посвящено вручению знаков отличия к почетному званию заслуженный профессор Казанского федерального университета, главному советнику при ректорате Риязу Минзарипову. Прозвучали поздравления с 70-летием, а также слова глубокой благодарности от коллег и ректора университета Ильшата Гафурова. Студенты Казанского федерального университета стали победителями республиканской премии «Добрый Татарстан». Церемония награждения состоялась по Волжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В рамках торжества наградили 13 лучших добровольцев. Трое из них защищали честь КФУ. Мероприятие прошло при участии председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухамедшина. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok